Мы с вами находимся перед главным входом в московский зоопарк. В начале своего существования этот вход не выглядел столь монументально. Он был похож на современный вход, но был гораздо более меньшего размера. За 150-летнюю историю, конечно же, много раз главный вход перестраивался. Посетители зоопарка старшего поколения, наверное, помнят две полукруглые стены с барельефами животных. На ней стена была белого цвета. А современный вид, он собирательный образ от самого первого варианта главного входа до нескольких последующих. Мы с вами находимся в московском зоопарке, старейшем зоопарке России. Он был открыт на этом самом месте, где сейчас и находится, в 1864 году. Мы с вами стоим на берегу Большого пруда. Нашим прудам предположительно 800 лет. Пруды здесь образовались давно, потому что здесь удобный рельеф местности. Низинка, куда впадают три речки, пресня Кабаниха и Бубна, и две безымянные непроточные балки, как значится в историко-археологической справке. То есть удобное место для разведения рыбы. Запруди и разводи рыбу, что здесь и делали много веков. А с тех пор, как появился московский зоопарк, здесь содержится коллекция водоплавающих птиц. Птицы наши из разных мест. Здесь и австралийские черные лебеди, и американские казарки, и нильские гуси, и множество птиц нашего континента. Всех их объединяет одно. Всем им нужна вода, поскольку это водоплавающие птицы. Этот вольер у нас называется Южная Америка, и здесь представлены южноамериканские безгорбые верблюды. Лама, гуанака и викунья. Лама большая, белая, гуляет изящно из длинной шеи викунья, и левее под крышей домика кормится гуанака. Лама одомашнена в горах Южной Америки уже больше трех тысяч лет назад. Одомашнили ее инки. И они были настолько важны для жизни тех людей, что империя инков, как считается, полностью совпадала с ареалом распространения ламы. И даже в настоящее время, в 21 веке, в отдаленных горных районах Южной Америки, лама – это единственный доступный вид транспорта. На них не ездят верхом, на них перевозят грузы. Это вьючные животные. Но транспорт этот с характером. Дело в том, что грузы они соглашаются перевозить не очень большие, до 40 килограмм. И если перегруз, то лама ляжет вот так, как сейчас, и никакими силами ее не заставишь встать с места. А назойливому погонщику она, что называется, просто плюнет в лицо. Викунья – давняя мечта человечества. Дело в том, что толщина волос викуньи в 8 раз тоньше человеческого волоса. И когда-то, в незапамятные времена, одежду из шерсти викуньи имел право носить только инка, верховный владыка. Когда Америку открыли европейцы, то викуньи нещадно истреблялись ради вот этой самой своей удивительно тонкой легкой шерсти. В настоящее время этот вид животных находится под охраной. Государства, на чьей территории обитает викунья, заключили между собой конвенцию, что только они имеют право торговать изделиями из шерсти викуньи. И добывают эту шерсть, как в свое время древние инки. Животных отлавливают практически вручную и состригают только очень небольшой слой шерсти, чтобы животные ночью не погибли от переохлаждения. Агуанако расселены довольно широко по континенту. Они есть даже на побережье в самой засушливой пустыне мира Атакама. Некоторые метеостанции этой пустыни никогда не регистрировали осадков. Но это не значит, что животные обходятся без воды. Без водопоя, но не без воды. Дело в том, что там бывают регулярные туманы. Растения получают воду из туманов, а гуанако из растений. Здесь у нас содержится большая группа фламинго. Фламинго двух видов. Алые, те, кто более яркой окраски, и розовые, те, кто на фоне алых, кажутся почти белыми, бледными. Среди этих птиц можно увидеть серых или с серой головой. Это молодые птицы. Дело в том, что птенцы рождаются серыми, а взрослый наряд, яркий или розовый, они приобретают только через два года жизни. Удивительный клюв фламинго, загнутый ковшом, служит им для добывания корма, криля, мелких рачков. Они в природе, когда кормятся, сначала взмучивают ногами, потоптавшись по илу воду, а потом опускают в воду голову и выцеживают с помощью этого своего ковша клюва криль. Гнезда фламинго напоминают вулканчики. Птицы делают гнезда из грунта. Самые высокие из них достигают полуметра в высоту. Не все они такой одинаковой высоты. У нас они за зиму немножко опадают под снегом. Птицы их подновляют, но гнезда, опять же, разные высоты у них получаются. Сверху в каждом гнезде есть углубление, куда фламинго откладывают всего одно яйцо. Так что у пары фламинго в сезон размножения рождается всего один птенец. Сначала он похож на гусенка, у него клюв прямой, и птенец покрыт серым пухом. Кормится он птичьим молоком. У фламинго оно красного цвета, напоминающий кровь. Недавно у нас появились большие панды. Они приехали из Китая после переговоров на самом высоком уровне российского и китайского правительства. Панды считаются национальным достоянием Китая, и китайцы их никому не продают, а только предоставляют аренду. Для нас аренда бесплатна. У нас содержатся сейчас две панды. Это самочка Дин-Дин, которая видна у меня за спиной, а есть еще самец, зовут его Жуи. Это еще детеныши. Взрослыми панды становятся в 5-6 летнем возрасте. Нашим пандам еще третий и четвертый год пока только. Их в дальнейшем собираются познакомить между собой, а пока они знакомятся только с запахом друг друга. Ну, когда-нибудь, надеемся, познакомить их воочию. Посмотрите, какая у нее большая голова, большие глаза. Не дать не взять плюшевый медвежонок. Но это впечатление обманчиво. Глаза нарисованы. Глазки у панды на самом деле маленькие, ну, собственно, мелкие, как у любого взрослого животного. А большие черные пятна создают иллюзию крупных глаз. А большая голова, которая дополняет детский облик, облик медвежонка, связана с тем, что у них мощные выросты на черепе, к которым прикрепляются крупные и очень сильные жевательные мышцы. Бамбук, трава, но стебли бамбука одревесневшие. Из них делают мебель, на которой мы можем сидеть с вами совершенно безбоязненно. Так, чтобы все это разжевать, нужны действительно очень сильные челюсти, крепкие зубы. И все это у панды есть. А вот чтобы не повредить желудок деревянными щепками, на которые он расщепляет зубами бамбук, желудок выслан в несколько слоев толстой слизистой оболочкой, чтобы не повреждали стенки желудка. Но поскольку пища малокалорийная, есть им приходится много. И животные эти не очень подвижные. Детеныши у панды рождаются малюсенькими, как и, собственно, положено медвежем. То есть на ладошке такой детеныш поместится запросто. Он почти голенький, розовенький, слепой и совершенно беспомощный. Обычно панды выкармливают только одного детеныша. Это, опять же, связано с малокалорийной пищей. То есть если родится двойня, самка берет только одного. В природе второй детеныш обречен на гибель. А вот в условиях зоопарка второго малыша выкармливают люди. Благодаря чему удается сохранить поголовье, даже приумножить поголовье этих редких, в общем, исчезающих животных. В настоящее время московский зоопарк состоит из двух частей. Так называемые старые территории и новые территории, которые были открыты для посетителей в 1926 году. Их соединяет переходной мост. По сути, это надземный переход над Большой Грузинской улицей. В советское время этого перехода не было. И для того, чтобы перейти со старой территории на новую, надо было сохранять входной билет, выходить со старой территории на улицу, переходить дорогу и входить по билетику на новую территорию. С постройкой переходного моста сделать это стало удобней. Наш переходной мост не очень широкий. И в летние теплые дни при большом скоплении народа по нему трудно передвигаться, образуются пробки, прям как при автомобильном движении. Но в этом году у нас началось строительство второй очереди переходного моста. Он станет в результате шире. И, надеемся, переходить по нему со старой территории на новую будет значительно проще. Мы с вами подошли к обезьяннику. Снаружи павильона находятся летние вольеры, в которых обезьяны, большинство из которых обитатели тропических областей, гуляют только в теплое время года летом. А сейчас они находятся во внутренних вольерах, где мы их и увидим. У нас содержится большая и разнообразная коллекция приматов, в которую входят и человекообразные обезьяны, как, например, орангутаны. Причем орангутаны двух подвидов. Это суматранские, а есть еще барнейские с острова Борнео. Есть самые крупные обезьяны вообще гориллы. Есть обезьяны-представители и узконосые мартышки, павианы и так далее. Есть представители широконосых, так называемых обезьян. Это обезьяны нового света, и грунки, и тамарины. А также галага, лемуры и другие низшие приматы. Эта самка орангутана была выращена искусственно. Такое в зоопарках случается. Считается, что у таких животных нарушена программа заботы о своем потомстве. И несмотря на то, что сама она в двухлетнем возрасте была подсажена в вольерка с орангутанами, где были и детеныши в том числе, своих первых детей, нескольких, она отдавала нянькам, скажем так. Она их не кормила, их выращивали сотрудники зоопарка. А вот этого последнего малыша она кормит сама. То есть вот за несколько раз, скажем так, у нее восстановилась программа. Это гориллы. Самые крупные из обезьян, и из человекообразных, и вообще из обезьян. Вон там в отдалении самец, вот он встал, видите, у него сзади светлый окрас. Это так называемый самец с серебряной спиной. Светлая спина у них появляется в 15-летнем возрасте и свидетельствует о том, что он достиг совершеннолетия. Такой крупный большой самец должен оставить свою семью и искать счастье на стороне, найти себе территорию для жизни и дальше постепенно собирать гарем из нескольких самок. Несмотря на такой свирепый вид, гориллы вегетарианцы. То есть у них не смешанный тип питания, как у большинства обезьян, а они питаются только растительными кормами. И этим же объясняется тем, что они все пузатенькие. Растительный корм вызывает брожение в кишечнике, поэтому у них у всех практически надутые животы. Здесь у нас хорошие размножающиеся группы. И это впервые в московском зоопарке. Ранее у нас уже жили гориллы, но потомства они не приносили. А здесь, как видите, уже много достаточно животных. Есть совсем маленькие детеныши. Рождаются они светленькими, серенькими. И у них длительный период детской беспомощности. Они достаточно долго зависят от матери. Малыш сначала висит на груди у матери, крепко держась за ее шесть ручками. А подросшие детеныши уже ходят рядом или ездят на спине у матери. Взрослые гориллы в природе ведут наземный образ жизни, поскольку они слишком крупные и тяжелые. Особенно самцы. Такой самец может весить до 300 килограмм. Это мартышки Дианы, которые в природе обитают в Африке. Они считаются самыми крупными и самыми элегантными из мартышек. Посмотрите, как они ярко окрашены. Спинка у них кирпичного цвета. Белые отметины на грудке, на руках. А внутренняя поверхность задних ног покрыта ярко-оранжевой шерстью, которую они используют в природе для того, чтобы отпугнуть агрессора. Если на них охотится какая-то хищная птица, а у птиц, как известно, цветное зрение, то эти мартышки выставляют на показ вот эту свою оранжевую шерсть, что отпугивает хищника. Это мандрилы, африканские же обезьяны, которые ведут древесный образ жизни, ну, собственно, как и большинство приматов. Держатся они огромными группами. Иногда насчитывали до 80 самок, которые ходят всего лишь за одним из самцов. Самец, как и положено, следит за безопасностью стада, отвечает, что называется, за жизнь своих подчиненных. Но он, правда, имеет преимущество в питании, может отнять что-нибудь вкусненькое у других обезьян, которые все это нашли. Африканские местные жители побаиваются этих обезьян, поскольку те любят приходить кормиться на сельскохозяйственной угоде, на огороды, грубо говоря. А крупный самец раза в три больше, чем они. К тому же он вооружен огромными клыками и очень хорошо владеет своими руками. То есть может швырнуть палку, камень. Так что спорить с ним за свой урожай достаточно рискованно. Мандрилы считаются самыми ярко окрашенными млекопитающими. У взрослого самца еще голубая морда и голубые седалищные мозоли, и ярко-красный нос. То есть действительно очень яркая нарядная окраска. В московском зоопарке содержатся азиатские львы. Это подвид. Раньше их выделяли в отдельный вид. Отдельно африканский лев был вид и отдельно азиатский. Теперь решили, что разница не слишком велика и считаются подвидом льва. Азиатский лев. Но это очень редкий подвид. В природе этих животных очень мало. Дело в том, что природные популяции азиатских львов обитают только в Индии, на территории заповедника под названием Гирский лес. Этот заповедник имеет площадь 100 с небольшим квадратных километров. Так что их по определению очень-очень мало в природе осталось. А у нас, как видите, большая семья. Это олени Давида. Этот вид считался исчезнувшим с лица земли 3000 лет назад. Но в конце XIX века французский миссионер Арман Давид обнаружил целые стадо этих оленей в летней резиденции китайского императора. Огромный участок леса был обнесен стеной протяженностью в 70 километров, за которую запрещалось не только заходить, но даже заглядывать. Арману Давиду каким-то чудом удалось вывести несколько экземпляров оленей в Европу, благодаря чему они были спасены от уничтожения, потому что оленям, оставшимся в Китае, не повезло. Там было одновременно боксерское восстание, разлив реки Хуанхэст, она была разрушена, олени разбежались и погибли. А те, которые выехали в Европу, прижились, дали потомство, и по всему миру они теперь содержатся в зоопарках потомки именно тех нескольких оленей. Редактор субтитров А.Семкин